And look at you now, cause if your dad doesn't have a beard, you've got two mums, two beardless mums. Название этой австралийской группы, The Beards, так и переводится, бороды. Все их творчество посвящено исключительно растительности на лице. Этим ребятам мир и обязан появлением Всемирного дня бороды. Впервые его отпраздновали 9 лет назад в австралийской Аделаиде, а потом понеслось. Сейчас праздник отмечают во всем мире. Вот и до Одессы дошло. Кстати, символично в этом году Всемирный день бороды выпадает на 201-ю годовщину Бородинской битвы. Идея возникла, когда я наткнулся на ролик о проведении в Москве конкурса бороды. Они отмечали отмену налога на бороду. Поэтому я задался целью, а когда же Международный день бороды, существует ли вообще такой. И наткнулся на то, что действительно существует. Международный день бороды. Ну и решил провести его в Одессе тоже. Чем мы хуже? В Москве или Австралии, где праздник родился. Отношение к небритости в разные эпохи было неоднозначным. Древний Египет. Борода здесь непременный атрибут власти. Носили ее даже женщины-фараоны. Англия, 16 век. Клубы вводят наценку для заросших клиентов. Франция, век 17-й. Бородачей не пускают на заседание судов. Борода лишняя тягота, говаривал главный бородоборец России. В конце 17 века царь Петр I велел всем бриться, а с несогласных брать налог. Пошлину отменила Екатерина II спустя 74 года. Бородатые потомки благодарны ей за это. Официальная часть празднования Дня бороды в Одессе закончится возложением цветов к памятнику императрице. Празднование Дня бороды будет состоять из трех этапов, скажем так. Первый это квест, пеший квест по городу. Следуй за белой бородой. Будет парад. Пройдем по Приморскому бульвару. Сфотографируемся возле известных мест. И возложим, в конце уже будет возложение цветов к памятнику Екатерине. Планируем отмечать его масштабно и каждый год. Психологи объясняют тягу носить бороду просто. Это стремление выделиться, показать свою свободу и мужественность. Борода однозначно является некоторым таким симптомом, что ли, или признаком мужественности. Однозначно. Потому что это воин. Он ушел в тайгу, там нет времени набриться, еще там что-то. Его задача завалить мамонта. На бессознательном уровне женщина отлавливает такие вещи, но сознательно говорит, не, 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 ну как, что это такое, какой-то ты бородатый, или там какой-то небритый какой-то. Но что-то все равно есть в этом для нее, то есть она чувствует какие-то такие флюиды, что ли, мужественность. Бороду носят люди свободные и творческие. Бреются же, как правило, не для себя, а ради окружающих или просто потому, что так принято. Для тех же, кому очень хочется, но не растет, придумали вот такие шапочки с накладной вязаной бородой. В холода согревает еще лучше натуральной. В определенных кругах, в общем, бороду носить не принято. И человек может просто соответствовать социальным установкам и нормам, и тогда, может быть, он и хочет, но он не может себе позволить. Мужчины, которые носят бороду, вот они, на мой взгляд, меньше озабочены этим о том, как они выглядят. Соответственно, на мой взгляд, они или более уверены, или меньше парятся, что ли, про то, как они выглядят, как к ним относятся. То есть для них важнее внутреннее какое-то состояние. Больше свободы, наверное. Это больше его возможностей. Он больше себе может позволить. Сейчас борода снова в тренде. Рокеры и хипстеры, художники и бизнесмены. Ее носят независимо от возраста, социального статуса и вероисповедания. Брить или не брить? Вот в чем вопрос. Мужчина, который начинает бриться с 18 лет, к пенсии проводит за этим малоувлекательным занятием почти три месяца своей жизни. Впрочем, если вы решите не просто зарастать, а отпустить красивую бороду, времени на уход за ней вы будете тратить никак не меньше. А еще, говорят, борода отгоняет медведей на пикнике и значительно увеличивает навыки рубки деревьев. С праздником всех бородачей поздравляют Виталий Милевич и Виталий Прус. Телекомпания АТВ.